После новостей о смерти оппозиционера Алексея Навального в Европейском Союзе не утихают споры, как остановить Владимира Путина. 19 февраля прошло заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. Пока их ответ предсказуемый – ввести новые санкции. «Страна ЕС, конечно, предложит санкции против причастных, хотя главный причастный – это сам Путин. Мы можем нацелиться на институциональную структуру пенитенциарной системы в России, но не забывайте, кто на самом деле несёт ответственность за смерть Навального». Только с начала войны в Украине ЕС уже ввёл 12 пакетов санкций против России, но их эффективность оценивают по-разному. ВТО подсчитало, что за 2022 год реальный ВВП России сократился примерно на 2%. Этот спад даже меньше, чем во времена пандемии. На заседании Совета ЕС присутствовала и Юлия Навальная. Она тоже отметила, что западные санкции слабо затронули тех, кто находится у власти. Да, вы ввели санкции против некоторых из них, но миллиардеры не сильно пострадали. Они наняли лучших адвокатов и переписали всё, чем они владеют на членов семей и друзей. Это больше не принадлежит им, а значит, не может быть конфисковано. Звучит неправильно, не так ли? Вилла бывшей жены Путина Людмилы в Биорице, купленная на коррупционные деньги, до сих пор не арестована. Друзья Путина просто смеются над вами. Санкции как инструмент давления Юлия Навальная не отвергает, но предлагает создать специальный орган, который бы отслеживал коррупционные связи российских элит. В этом, по её словам, может помочь фонд борьбы с коррупцией. При этом, учитывая количество уже введённых санкций, западные эксперты сомневаются в эффективности новых. «Я думаю, речь должна идти не о новых санкциях, а о соблюдении тех, которые уже были введены. В конечном счёте, речь идёт о том, чтобы нельзя было больше продавать нефть и газ, чтобы технологии больше не поставлялись. Мы видим, что эти схемы существуют, но не контролируются. Конечно, в глобальном масштабе закрыть все дыры сложно, но в России по-прежнему поступают западные технологии. Так что у нас не хватает не только возможностей, но и политической воли, чтобы закрыть лазейки и ввести более жёсткие меры против тех, кто санкции обходит». На формирование такой политической воли влияет и неоднородная позиция стран ЕС. Взять хотя бы Венгрию, которая ранее угрожала заблокировать готовящийся сейчас тринадцатый пакет санкций. «Что ж, у вас должно быть желание что-то сделать с обходом санкций. Это желание, я думаю, в Европе неоднородно. Если вы сравните позицию, которую представляет Виктор Орбан, она будет отличаться от позиции Олафа Шольца. И между странами также есть различия. Если вы возьмёте Балтийские страны, Южную, Западную Европу, там разные оценки». Немецкий политолог Штефан Майстер подчёркивает, что репрессии в России и войну в Украине нельзя рассматривать по отдельности. Следовательно, и ответ Запада тоже должен быть комплексным. «Я думаю, Путин в какой-то момент совсем перестанет воспринимать Запад всерьёз, потому что у него возникнет ощущение, что они много говорят, но в итоге, например, не в состоянии произвести для украины оружия. А ещё скоро вернётся Трамп. Мы видим это сейчас с Навальным. Путин делает, что хочет. Но в конечном итоге всё дело в том, как действует или бездействует Запад. И прямо сейчас Запад только говорит о многих вещах, но делает относительно мало». США также анонсируют новый пакет санкций. Со слов представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, известно, что в него войдут не только ограничения в связи со смертью Алексея Навального, но и новые меры, по цитата, «удушению экономики России». США, как мы только что слышали, объявят о своих санкциях в пятницу, то есть годовщине начала полномасштабной войны в Украине. ЕС собирается сделать то же самое. Официально о новых санкциях Брюсселя объявят 24 февраля. Но мы всё же попытаемся уже сейчас понять, что может содержать в себе 13-й пакет европейских санкций против России. На связи сейчас наш СОПКОР при штаб-квартире ЕС Ксения Польская. Вы её видите на своих экранах. Ксения, здравствуй. Добрый вечер. Ксения, санкции уже введено несчётное количество. Казалось бы, запреты касаются абсолютно всех сфер и областей. Что на сей раз в брюссельском пакете? Ну, ещё не всех. Ещё есть место. И, кстати, об этом сегодня говорила украинская страна. Я коснусь этого чуть позже. Как мы знаем, когда вводится новый пакет санкций в отношении России или какой-либо другой страны, это всё держится в строжайшем секрете. То есть для того, чтобы журналистам получить какую-то информацию, нужно действительно приложить недюжинные усилия. Потому что, ну, утечек становится всё меньше. Это делается для того, чтобы те, кто подпадает под санкции, не могли принять меры для того, чтобы эти санкции стали в их отношении менее эффективными. Подготовиться к введению. Да, конечно. И нам известно кое-что. Например, нам известно, что в этот пакет, вернее, в этот раз санкционный список юридических и физических лиц будет внесено почти 200 новых имён и названий. Это будут как российские персоны, так и российские компании, а также это будут компании из третьих стран. Нам не назвали все страны, но источники сказали, что среди компаний иностранных, странах за пределами России и ЕС, это компании в Китае и в Турции. Если говорить об отраслевых санкциях, то действительно в этот пакет подобные санкции не входят, согласно тому, что нам известно. Но нам известно, что этот пакет направлен на как раз вот предотвращение обхода санкций, то есть в данном случае речь идёт о беспилотниках. Мы знаем, что компоненты запчасти для беспилотников попадают, то есть это могут быть западные компоненты запчасти, они попадают в российскую промышленность, а затем они оказываются на поле боя в Украине. Вот именно эти цепочки поставок и хотят пресечь в Евросоюзе новым пакетом санкций. Что касается других деталей, то это не наша информация, но агентству АФП стало известно, например, что будут вводиться личные санкции, персональные санкции в отношении главы Министерства обороны Северной Кореи, соответственно, за поставки ракет Российской Федерации. Ксения, за рубеж... Ну что ещё можно сказать про эти санкции? Да, я обещала коснуться позиции Украины. Сегодня выступил представитель украинской стороны при ЕС. Он сказал, что уже ознакомился с содержимым этого пакета и сказал, что его можно назвать не столь амбициозным, но он также объяснил причины. Украинская сторона на самом деле, кстати, как и команда Алексея Навального, призывает постоянно расширять санкции. Если со стороны команды Навального, то там, давайте не забывать, есть целый список из 6 тысяч человек, коррупционеров, нарушителей прав человека и так далее. До сих пор в санкционных списках в отношении России около 2 тысяч человек, там чуть больше. То есть вот ещё Юлия Навальная может представить как бы тот список на рассмотрение. Украинская сторона настаивает на том, чтобы новые сферы экономики российской были затронуты санкциями, но это не только Украина настаивает, например, на поставках сжиженного газа, потому что эти поставки, на них эмбарго не введено. Введено эмбарго только на российскую нефть. Украина настаивает на сельскохозяйственной продукции, на металлургии и так далее. Так вот, позиции Украины, они объяснили отсутствие, скажем так, больших амбиций в этом пакете тем, что Евросоюз очень спешил принять этот пакет, потому что его значение, оно в данном случае символическое. Они обязательно хотели, точно так же, как и Соединённые Штаты, ввести пакет санкций ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Давайте вспомним, 12-й пакет был введён в декабре, то есть прошло на самом деле не столько, не так много времени с тех пор. И чтобы вот эти все позиции, о которых вы говорили, объединить, чтобы прийти к общему знаменателю, ну, для этого нужно больше работы. Поэтому время было короткое, но страны, вот то, что они могли произвести, скажем так, символически к годовщине полномасштабного вторжения, они произвели, и вот это, видимо, то, чего стоит нам ожидать. Ну, иногда эффект важнее символизма, на мой взгляд. Итак, Ксения, что касается Украины, непосредственно за рубежом размещены три сотни миллиардов долларов в виде российских активов, в том числе Центробанка России, из них 200 миллиардов в Евросоюзе, они пока только заморожены. О передаче этих средств Украине может идти речь в 13-м пакете, с учетом даже того, что Киев сказал, что пакет такой относительно не амбициозный. Если да, то соответствует ли это международным правовым нормам? Если можно, покороче, пожалуйста. Нет, об этом речь не идет сейчас. И дело в том, что это вообще отдельный, скажем так, это абсолютно отдельная тема, которая рассматривается по отдельным каналам. Что сейчас Европа сделала? Это она зафиксировала сверхдоходы от этих средств, которые действительно оказались на счетах в Европейском Союзе. То есть они генерировали сверхдоходы в финансовых институтах. Эти сверхдоходы были зафиксированы, и финансовые институты обязали их отделять для того, чтобы их можно было на следующем этапе передать Украине. Пока что механизма передачи этих средств в Украине нет. И речь идет только о доходах. Речь не идет об этих конфискованных, замороженных, вернее, не конфискованных, конечно же, средствах российского Центробанка. Ксения, спасибо большое. Я напомню, что на связи из Брюсселя была субкорда очевели при штаб-квартире Евросоюза Ксения Польская. К санкциям против России за вторжение на украинские территории и продолжение ведения войны в Украине сейчас добавляются и санкции за смерть Навального, о которых тоже говорила моя коллега в Брюсселе. Сегодня в Великобритании ввела санкции в отношении руководства исправительной колонии «Полярный волк» в Сибири, в которой, как было заявлено в СИН, умер Алексей Навальный. Родственники и сторонники Навального, а также западные политики, винят в его смерти Владимира Путина, как руководимый им аппарат, так и его лично. Как бы то ни было, даже пока не выяснены истинные причины смерти критика Кремля, именно череда трагических событий от отравления до ареста заключения привели к тому, что 15 февраля Навального не стало. На его смерть отреагировали все представители внесистемной в России оппозиции. В десятках городов люди устраивали и продолжают устраивать импровизированные мемориалы в память о Навальном. Представители власти мемориалы ликвидируют, а тех, кто устраивал пикеты или высказывался о причинах смерти оппозиционера, задерживают. Многие говорят о том, что власть любыми способами постарается не допустить публичных похорон Навального, которые могут вылиться в акции протеста. И это с учетом того, что 17 марта уже пройдут в России президентские выборы. Свою реакцию на то, что происходит в России и на смерть Навального в интервью Дойчвели высказал один из лидеров российской оппозиции за рубежом Гарри Каспаров. Мы можем только гадать. То, что это убийство, это понятно. Было ли оно спланировано заранее, чтобы подгадать, скажем, к 16 числу начала Могинской конференции, или это просто медленное, планомерное убийство. Но совершенно очевидно, что исчезнение Навального из колонии, где он содержался ранее, потом появление его на крайнем севере зимой, истощенного вот этими пыточными условиями, это уже был смертный приговор. Может быть, это сигнал просто всему миру, что что хочу, то и делаю. Такое тоже может быть. В принципе, зная садистскую натуру Путина, это логично предположить, но опять, мы все-таки гадаем здесь. Факт остается фактом, что Путин ликвидировал на глазах у всего мира своего политического оппонента главного, кто оставался в России, кто пытался показать, что в России возможны перемены еще изнутри. И реакция всего мира, ну, она, я не знаю, какие слова подобрать, позорная, импотентская просто, то, что говорили Байден, Шольц. При том, что у этих людей есть возможность немедленно заставить Путина заплатить. Ракеты в Украину, конфискация замороженных средств, там, на самом деле, набор вещей. И что очень важно, 17 марта эти фейковые выборы, заявить недвусмысленно. Никаких выборов нету, Владимир Путин незаконный, и мы не приздаем его президентам России. Ну, хоть что-то сделайте. Ну, мы давим, как пытаемся говорить. Много людей, наших друзей, союзников на Западе тоже пытаются расшевелить вот эту бюрократическую массу. Но мы видим только вот нерешительность, страх. И, к сожалению, это подпитывает Путина. Вот этот беспредел, который не вызывает реакции в свободном мире, он является, мне кажется, таким горючим, который позволяет в этой машине террора путинской двигаться. Кроме того, не будем забывать, сотни тысяч политзаключенных в мире сейчас, а разбросаны по всему миру. И для всех диктаторов это, в общем, сигнал, что если и с Навальным такое может пройти, человеком с такой известностью, то мы можем делать, что хотим. И опять Путин набирает очки, показывая, что он, вот в глазах вот этих диктаторов всех, что он как бы идейный вождь, что он может делать такие вещи, которые позволяют им тоже переходить то, что раньше считалось, границы того, что раньше считалось немыслимым. Суд Салихарда, как стало известно сегодня, принял иск матери Навального к Следственному комитету из-за отказа выдать тело ее сына. Иск будет рассмотрен 4 марта. Напомню, что сразу после сообщения о смерти Алексея Навального в колонию, где он содержался, вылетела его мать в сопровождении адвоката. Тело им так и не показали и не выдали, как и не сообщили, где оно вообще находится. Вчера мать Навального, Людмила, опубликовала публичное обращение лично к Владимиру Путину с призывом выдать ей тело сына, а также подала соответствующий иск в суд. К Алексею Навальному в Германии отношение особое. Именно здесь, в берлинской клинике Шерете, его лечили после отравления в России. В этой же клинике его навестила тогдашний канцлер страны Меркель. Здесь же он проходил реабилитацию и жил некоторое время. Пока, несмотря на все предостережения, не вылетел 17 января 2021 года из Берлина в Москву, где его прямо на паспортном контроле и задержали. С тех пор Навальный находился только за решеткой в разных пенитенциарных заведениях России. Вплоть до своей смерти в колонии «Полярный Волк». И вот сегодня смерть Навального одна из тем в Бундестаге. Что именно обсуждают немецкие депутаты, узнаем у нашего столичного корреспондента Владимира Есипова, который следил за дебатами. Владимир, здравствуй. Добрый вечер, Маргарита. Володя, Алексей Навальный мертв. Его смерть произошла в другой стране. Что обсуждают депутаты в Германии? Депутаты в Германии обсуждают то, что будет дальше происходить с Россией, потому что их очень беспокоит, конечно же, вопрос будущего России, российской демократии. И Алексей Навальный олицетворял для многих немецких политиков, для многих депутатов и для немалой части немецкого общественного мнения надежды на демократические реформы, на демократическое будущее России. Многим в Германии до сих пор в частных разговорах кажется, что Россия способна на мирную революцию, что граждане России по-прежнему способны выйти на улицу, как это сделали граждане ГДР в конце 80-х годов. И многим немцам кажется, что то, что смогли сделать восточные немцы в ГДР, могли бы сделать и люди, которые живут в России. И многим в Германии казалось до недавнего времени, что возглавить это движение мог бы Алексей Навальный. У него была колоссальная совершенно популярность после всей этой истории с отравлением, с эвакуацией на санитарном самолете из Сибири в Берлин, с этой осадой с журналистами берлинской больницы Шарите в центре города, от нее до Рейхстага, буквально 15 минут пешком, здесь все абсолютно рядом, с его проживанием на какой-то консервативной квартире в Берлине, с последующей реабилитацией в Шварцвальде. Все это ему создало колоссальную совершенно популярность и известность в Германии. Он был таким символом надежд на лучшее будущее России. И поэтому его смерть вызвала здесь огромный общественный резонанс. Вот сегодня я был в Бундестаге и разговаривал с одним из высокопоставленных депутатов от фракции ХДС, ХСС. Это оппозиционная фракция с депутатом, который входит в состав Комитета по внешней политике. И вот, что он сказал нам сегодня в интервью по поводу Навального. Давайте послушаем. Господин Харт, одни называют произошедшее с Навальным смертью, а другие убийством. Какой формировке придерживаетесь вы? Российские власти, и в том числе президент, несут ответственность за эту смерть, независимо от того, как конкретно она наступила. Налицо странное обстоятельство и невозможность провести независимую судебно-медицинскую экспертизу. Жестокое наказание, назначенные ему, и нечеловеческие условия, в которых он содержался, это ответственность властей. Это нарушает международные договоры и обязательства. И поэтому власти России несут ответственность за смерть с Навального. И не исключено, что это убийство было заказано из Кремля. Некоторые СМИ пишут о том, что с Навальным умерла и надежда на возможные политические перемены в России. Как вы на это смотрите? Я не согласен. Если посмотреть на ситуацию, которая была в Белоруссии несколько лет назад, то может и в России оппозиционный потенциал выше, чем мы думаем. И эти люди проголосуют за того, кто будет представлять оппозицию Путину, если он выдвинет свою кандидатуру на выборах. И это и есть причина того, почему Путин так жестоко преследует своих критиков. Он делает это потому, что боится, что придет день и воля народа пробьет себе дорогу и выйдет наружу. И окажется, что его власть не безгранична, и рейтинг его одобрения не настолько уж и высок, как некоторым кажется. И поэтому он так жестко действует. Мне кажется, что это признак слабости, а не силы. И кроме этого, я настаиваю на том, что нападение на Украину два года назад было началом конца режима Путина. Возможно, что он еще долго продержится, но рано или поздно крушение режима произойдет. Владимир, еще до сегодняшнего... Еще я бы хотел отметить два момента. Я бы хотел отметить в сегодняшних дебатах в Бундестаге вкратце буквально. Практически все депутаты, которые выступали сегодня, говорили о личной ответственности Владимира Путина за смерть Алексея Навального. Многие депутаты сегодня выступали в Бундестаге и называли Путина прямым текстом убийцей. Кроме этого, второй факт. Два депутата в заключении своих выступлений на русском языке сказали фразу «Россия будет свободна». Владимир, но вот еще до сегодняшнего актуального часа в Бундестаге, за которым ты следил, в любимые российскими СМИ АДГ указывали на то, что причины смерти Навального не установлены, а выступление Юлии Навальной на Мюнхенской конференции по безопасности спустя два часа после сообщения о смерти ее супруга в колонии сопредседатель, например, АДГ Хрупала назвал, цитирую, «инсценировкой». И такое выступление по мнению политика заставляет задуматься. Популистская АДГ всегда выбивается из политического мейнстрима, а в последнее время прямо скажем, она серьезно сместилась в сторону ультраправого лагеря. Вот как сегодня проходили дебаты, в какой атмосфере, скажем так? Сегодня представитель АДГ в общем тоже высказался весьма оригинально по поводу смерти Алексея Навального. Он сравнил свою партию с Навальным. Он сказал, что мы АДГ это Навальный Германии, мы оппозиция, а вот министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер это такой наш Путин, который нас ущемляет, дискредитирует и не дает нам в общем свободно выражать наше мнение. На что был в общем подвергнут колоссальной совершенно обструкции. Я не скажу, что он был освистен, потому что в немецком парламенте свистеть не принято, но после него все выступающие обрушились на этого депутата с уничтожающей совершенно критикой. Субтитры создавал DimaTorzok